Всем привет, с вами Табриз и это обзор на игру Paranautical Activity. Это игра про какого-то искателя приключений, который оказался в подземелье, полном различных врагов, которое каждый раз будет генерироваться случайно. И вы должны выбраться из этого подземелья, при этом убивая на своем пути огромное количество врагов, используя при этом одно из четырех типов вооружения. И постоянно умирая, и видя вот такой нелепый черепок на экране смерти. Как я уже сказал, в игре четыре типа вооружения. Это вот такая четырехстволка, арбалет, дробовик и автомат. И при игре с различным типом вооружения ваш геймплей будет на корню меняться, поскольку для четырехстволки и арбалета будет действовать реальная физика, и патроны ей будут подчиняться. При этом при натяжении тетивы арбалета на различную силу вам будет ясно видно, как ваши стрелы летят по различной траектории и наносят разный урон по монстрам. При этом если натянуть тетиву полностью, то вот такие рядовые монстры будут умирать с одного выстрела, а у боссов будет отниматься довольно большое количество здоровья, поскольку играть арбалетом, наверное, не так легко и тратить время на натяжении тетиву. При игре с дробовиком или автоматом ваши патроны будут сразу прилетать в противника, однако у траберга будет некоторая задержка при стрельбе, а автомат будет наносить не так много урона. В игре присутствуют четыре, если так можно сказать, валюты, при том, одно из них будет являться валютой, а три других будут отвечать за защиту вашего персонажа, количество его здоровья, количество бомб и деньги, за которые в магазине вы сможете купить различные улучшения для вашего персонажа, будь то летающие ботинки, шевачка, которая будет позволять вашим минам прилипать к врагу и пружинка, которая будет позволять вам прыгать выше. Каждый из уровней будет заканчиваться вот таким боссом, который будет намного больше любого другого рядового монстра. Он будет обладать какими-то необычными способностями, которые вы не увидите из другого моба. Например, вот этот будет вызывать противников, другой будет делать что-то еще. И это сделает игру довольно интересной, и в то же время она является довольно сложной, поскольку победить босса не так просто, как кажется. На более поздних уровнях вы будете испытывать часто нехватку здоровья или денег на ту или иную вещь, поскольку вещи в магазине стоят довольно дорого, и того количества денег, что выпадает из монстров, не считает 20-15 на какое-нибудь улучшение. И из каждого босса после его смерти будет выпадать какое-то определенное свойство, которое будет выполнено в виде души этого монстра, как будет написано на экране, и будет выдавать вам различные свойства. Для этого вам будет выдано, например, парение вашей фон, то есть туда, куда вы укажете, она и полетит. Что хотелось бы отметить, в игре довольно приятный саундтрек, который очень подходит под все происходящее, поскольку в игре все выполнено в довольно таком кислотном стиле, и вот такая электромузыка очень подходит под то, что происходит на экране. К сожалению, в игре есть небольшой баг с освещением, и когда большое количество монеток собирается в одном месте, игра начинает довольно сильно влагать при собирании этих монеток, но этот баг является не таким страшным, и его можно перетерпеть. Игра сейчас выставляется в Greenlight, вы можете за нее проголосовать, ссылку на Greenlight я, естественно, выложу в описании. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, можете посоветовать это видео своим друзьям. Всем удачи!